Всем привет! Наверное, вы заметили, что это видео называется что-то вроде «Изменю себя за месяц» или «Меняю свои привычки за месяц» или... В общем, я ещё пока не знаю, как я назову это видео, но сейчас я хочу пояснить, что я имела в виду. В общем-то, это будет некий эксперимент, который я хочу заснять на видео, где я буду в течение условно месяца стараться менять свои привычки и смотреть, что со мной будет происходить. Наверное, самая главная цель всего этого мероприятия — это посмотреть, как на мне это отразится. Все изменения будут происходить в трёх сферах жизни. Я условно поделила для того, чтобы просто удобнее объяснять. Это тело, разум и более внутренние изменения. Давайте просто пройдёмся по сферам, чтобы посмотреть, что я планирую менять и какие привычки прививать себе. Первая сфера — это тело, я тут всё записала. Первая привычка, которую я хочу себе привить, — это я попытаюсь вставать раньше, чем я обычно встаю, и в целом научиться всегда вставать примерно в одно и то же время. Я уже знаю, что на мне это сказывается всегда положительно, и когда я встаю раньше, я больше успеваю, и у меня в целом намного лучше настроение. Хочу научиться вставать сначала хотя бы в 9, то есть иногда мне нужно идти к первой паре, тогда я встаю вообще в 7.30, но я хочу всегда, даже в выходные, вставать хотя бы в 9 часов, то есть не позже. А потом, если у меня это будет получаться, то вставать в 8, и если будет получаться вставать в 8, то всегда вставать в 7. Вот, не знаю, насколько у меня будет это получаться, но первостепенная задача — это вставать не позже 9 часов утра. Второе — я хочу делать зарядку по утрам. Это может быть вообще всё, что угодно, то есть это не обязательно какая-то классическая зарядка, это могут быть просто танцы под музыку, как я люблю это делать, или просто хотя бы 2 минуты что-нибудь размять, просто подвигаться. Мне кажется, что это тоже всегда у меня поднимает настроение, и просто заставляет меня чувствовать себя бодрее. И третий пункт, наверное, самый интересный, потому что он самый такой масштабный. Я попробую полностью веганское питание, то есть я не буду есть никакие продукты животного происхождения. Второе — я попробую отказаться от сахара на это время. И третье — это уже не совсем касается еды, но я хочу меньше думать о еде, меньше тратить время и деньги на еду. Относиться к еде спокойнее, проще, чтобы она была только источником энергии. Вторая сфера — это разум. Здесь я хочу сосредоточиться на учёбе, больше читать и меньше сидеть в интернете. Наверное, такие более абстрактные пункты, которые сложнее замерить, но моя главная цель — это повысить концентрацию внимания, потому что я заметила, что в последнее время у меня внимание скачет просто... Я ни на чём не могу сосредоточиться, и постоянно отвлекаюсь на разные посторонние вещи, и мне хочется от этого избавиться настолько, насколько возможно это сейчас. Третья сфера — это такие более внутренние изменения, которые, конечно, я не могу вам полностью показать и не хочу полностью показывать, но из того, чем я могу поделиться, это я хочу попробовать медитации каждое утро или каждый вечер. И ещё я хочу вести дневник. Я на самом деле веду дневник практически всю свою жизнь, но хочу в эти дни записывать каждый день какие-то свои мысли. Хочу ещё прояснить, что я не пытаюсь повысить свою продуктивность или что-то в этом духе, потому что мне не очень нравится, как сейчас все топят за продуктивность. Это не то, что меня интересует, и не то, в чём я вижу большой смысл. Я просто хочу лучше понять себя и, может быть, как-то очистить свои мысли, потому что сейчас мне кажется, что у меня очень много мусора в голове, и я очень часто думаю совершенно не о том, о чём хотелось бы мне думать. от этого у меня хуже настроение, тревожность, ещё что-то, и я хочу попробовать это изменить и устроить вот такой вот эксперимент. А ещё, конечно, хочу сказать, что я не знаю, навсегда ли эти изменения. Я не даю себе никаких гарантий, что вот я навсегда буду веганом, навсегда буду вставать в 8 часов, в 7 часов утра. Я даже скорее знаю, что нет, я не буду всегда вставать рано, потому что, ну, разные могут быть обстоятельства, и я не знаю, как я буду питаться после этого эксперимента, но для меня сейчас больше цель не в каком-то итоге, а в самом вот этом процессе, и что будет после эксперимента, я сейчас сказать не могу, потому что я это решу после эксперимента, посмотрев на всё, что случилось, как на мне это отразилось и так далее. Вот. Так что посмотрим по ходу дела, и начало эксперимента уже завтра. Мне уже интересно, что будет. Завтра я планирую встать в 7 часов утра, так что пожелайте мне удачи, и увидимся когда-нибудь. Короче, прошло уже 4 дня моего эксперимента, и сейчас я хочу подвести небольшие итоги. Первое, что я хочу сказать, это то, что питание для меня, это, как оказалось, не так сложно, то есть я была полностью веганом, я ни разу не сорвалась, и мне даже не хотелось сорваться, и я... сахар я тоже не ела. Кстати, не есть продукты животного происхождения для меня намного проще, потому что я, в принципе, и так не ела мясо, поэтому я отказалась только от рыбы и от молочных продуктов. Намного сложнее для меня было отказаться от сахара, от всех конфет, от всего вообще сладкого и вкусного. В основном я на завтрак ела кашу, у меня была ячневая каша просто на воде. На обед я ела что-нибудь в университете, это была то перловка, то гречка, что-то... какая-то крупа обычно, потому что другого там нету такого вегетарианского и даже веганского. И на ужин я себе делала салатик, это тоже было вкусно. По-моему, я раньше не говорила, но вообще это очень важно. А я не хочу похудеть или что-то такое, то есть мне не стоит цель как-то скорректировать свою фигуру, вес или что-то в этом роде, а скорее наоборот, я хочу перестать заморачиваться на тему питания, потому что раньше у меня были с этим проблемы. Поэтому я не голодаю, я пытаюсь наедаться веганскими продуктами, без сахара, без сего, но так, чтобы мне все равно было этого достаточно, чтобы я получала достаточное количество веществ, насколько я сейчас могу всем этим заниматься и насколько я в этом разбираюсь. Если я вдруг голодная, то я всегда могу перекусить фруктами, орешками, еще чем-то. И еще из интересных фактов я кушаю вот такую штуку, которая называется чаванпраш. Это индийская смесь всяких трав, пряностей и всего на свете, и я ем одну ложку в день, и это должно помочь мне жить вечно. Ну или хотя бы просто быть чуть более здоровой и не болеть. Питание оказалось для меня намного проще, чем ранние подъемы. Первый день и второй я вставала, кажется, в 7.30. В общем, это было еще до 8 часов утра, потому что мне нужно было идти рано в университет. В среду я встала в 8 с чем-то, а сегодня я... В общем, я поздно легла, и поэтому я проснулась в 9.30, и это мое первое такое вот нарушение. Надеюсь, что больше такого не будет, но сегодня я себя очень плохо чувствовала, и поэтому, да, я встала в 9.30. Все остальное мне дается легко. Мне очень нравится вести дневник, очень здорово записывать все свои мысли, следить за этим. С зарядкой, с учебой пока тоже все хорошо, никаких таких супер изменений не обнаружено. Поэтому просто продолжаем эксперимент дальше. И у меня что-то еда уже добрая в ангриице, надеюсь, что ваня сгорела. И сейчас я буду обедать. У меня здесь картошечка и такая штука, которая забыла название, ну, короче, здесь фасоль. Много-много фасоли и какие-то специи. Началась вторая неделя, я только что монтировала видео, и уже 2.30. Посмотрим, как я завтра проснусь до 9.00. Когда я просыпаюсь рано, я нахожу сто и одну причину, почему мне надо вставать. Это ужасно. И я не вижу ни одного повода, чтобы встать. Что-то так холодно. За эту неделю я поняла, что у нас продаётся очень мало веганских продуктов. Я нашла только во вкус Вилли парочку. И это только потому, что пост. Но даже во время поста очень мало, что можно покушать. Это чечевица с томатами по-итальянски. А так, получается, остаётся только брать какие-то продукты, чтобы готовить самостоятельно. Или, не знаю, брать в столовой гречку. Получается только одни гарниры. А так, собственно, больше ничего и нет. Веганские блюда бывают супер офигенные. Посмотрите. Смотрите, я подралась. Очень важно открывать. Внезапно у меня за стенкой спит младшая сестра. Поэтому я не буду очень громко говорить. Но всё-таки я хочу рассказать, что вообще происходит. В общем, я сейчас нахожусь дома в Екатеринбурге. У нас очень резко закончилась учёба. И об этом будет влог отдельный. Так что можете посмотреть, как мы там перешли на дистанционное обучение. И как я оказалась дома. Со дня начала эксперимента прошло уже три недели. И как я говорила, это будет длиться примерно месяц. И даже, наверное, больше. Поэтому сейчас я хочу сделать некоторые выводы. И вообще закончить это видео. Потому что эксперимент я делаю не совсем только для того, чтобы снять видео. Я делаю его больше для себя. И этот эксперимент продолжится. И в одном из своих видео дальше я расскажу какие-то ещё итоги. Может быть, за месяц или полтора. Я пока не знаю точно, сколько это продлится. Хотя прошёл ещё не целый месяц. Думаю, что эксперимент уже можно назвать удачным. Потому что многое изменилось. И мне эти изменения нравятся. Во-первых, ну давайте начнём по порядку. Всё, как я рассказывала до этого вначале. Вот примерно в том же порядке. Я сейчас буду делать некоторые выводы. И это видео не для того, чтобы я давала какие-то советы. Я просто рассказываю свой опыт. И как вот у меня всё это получилось, прошло. Может быть, какие-то лайфхаки, которые я нашла для себя. Насчёт подъёма в 6-7 утра. Это полный провал. Для меня, казалось, это сложнее всего. Намного сложнее, чем питание веганское. Я вообще не смогла просыпаться рано. Только когда мне надо на учебу к первой паре. Но я просыпалась в 9. И всегда старалась в 9. Но иногда получалось там в 9.30, в 9.40. Короче, это уже лучше, чем когда я вставала в 12. Но всё-таки это не тот супер ранний подъём, о котором я мечтала. Не знаю, добьюсь ли я этого хоть когда-нибудь. Звучит как сказка. Насчёт зарядки. Могу сказать, что я ставлю огромный лайк. Я не люблю делать саму зарядку, но мне очень нравится включать музыку. И один из лайфхаков, который я для себя нашла, это когда звенит будильник, сразу же включать музыку любую, которая вам нравится. И это сразу помогает проснуться, взбодриться. И я сразу начинала немножко уже лежать. И постепенно уже смысл о том, что я встаю, потому что я слушаю музыку. Потом я танцевала. В общем, это была самая идеальная зарядка. Конечно же, когда я одна в комнате и нет моей соседки. Самый, мне кажется, интересный для вас пункт — это питание. Потому что он самый такой ощутимый, который я могла показать. Я нашла для себя продукты, которые я очень люблю. И которые при этом являются веганскими. И это авокадо. Я покупала авокадо на рынке. Три штуки за 100 рублей. Поэтому если покупать авокадо на рынке, то он будет там спелый, классный, мягкий. И при этом не очень дорогой. Также я покупала овсяное молоко, которое не молоко. И еще я ужасно полюбила хумус. И особенно свекольный хумус. И всякий хумус с орешками. Мне очень нравилось делать простой бутерброд. Такой черный хлеб. Хумус, авокадо, какая-нибудь зелень, овощи. Вообще разные салаты. Добавлять везде авокадо, везде этот хумус. Всякие орешки. Я еще покупала сухофрукты. Сушеная клюква, сушеный манго. Все не очень дорого. Старалась в столовой находить какие-то гарниры, супы. Тоже, которые постные. И которые мне подходят сейчас. Вывод такой, что если захотеть, то можно все всегда найти. И можно найти не очень дорого и вкусно. И мне вообще в самый раз, мне кажется, что мое питание стало намного лучше, сбалансирование. И я чувствую себя намного лучше. Я ориентируюсь именно на это. И намного легче, наверное. Да. Я вообще хожу, и никогда нет никакой тяжести, и при этом есть сытость. Это идеальное чувство. Намного тяжелее было отказаться от сладкого. Иногда мне хочется какую-нибудь конфетку. Но, в принципе, я просто заменяю на фрукты. Я очень люблю есть манго сейчас. И яблоки обычные самые. Я беру вот эти вот сезонные. Они очень вкусные. И, конечно, бананы. Бананы в каждом завтраке. Я на завтрак постоянно ела хлопья, овсянку. Овсянка на овсяном молоке. Я овсянку делала без сахара. И я всегда, в принципе, делаю ее без сахара. Но я добавляю корицу, орешки, фрукты. В общем, все такое. И получается очень вкусно. Еще я готовила что-то типа боулов. Это когда какой-нибудь гарнир, там рис. И сверху я просто гала все, что у меня есть. Овощи какие-нибудь. Вообще просто все подряд. Такой вот боул и разные салаты. Это тоже мой такой лайфхак. Не знаю, я просто всегда так делаю. Потому что я не люблю готовить. И просто вот так вот все положить. Для меня это идеальный вариант. При этом это очень вкусно и питательно. По второму пункту здесь у меня учеба, сосредоточенность. И я в самом начале об этом говорила. Могу сказать, что да, я работаю над этим очень сильно. И стараюсь убрать эту прокрастинацию. То есть я позволяю себе отдыхать. И довольно много. Но одно дело, когда ты отдыхаешь действительно. И восстанавливаешь силу, а другое дело. Это когда ты листаешь ленту Инстаграма. Для меня это не отдых. И я только еще больше загружена после этого всего. У меня очень много негативных мыслей появляется. Короче, я постаралась убрать в Инстаграм. Сейчас я покажу. Тоже такой небольшой лайфхак. Я не удаляла приложение Инстаграма. Но я его убрала вот сюда вот в папку. Где нужно пролистать еще два раза, чтобы до него достать. Короче, просто убрала его подальше, чтобы я не нажимала на него на автомате. Просто так. Тык. И начинаю листать. И даже не замечаю этого. Теперь он находится далеко. И чтобы мне до него добраться, мне нужно подумать, что я действительно хочу зайти в Инстаграм. Или нет. Может быть не стоит. И также лучше... Ну, для меня. Это лично мое мнение. Я для себя удалила ТикТок. Потому что это тоже для меня адская прокрастинация. Там соседи. И, надеюсь, они меня не видят. Еще раз повторяю, что я это делаю все не для какой-то продуктивности или еще чего-то, чтобы больше дел сделать. У меня нет такой цели. У меня цель, скорее, просто лучше себя чувствовать. И чтобы голова не была забита какими-то лишними мыслями. К поводу интернета и зависимости. Возможно, я сделаю отдельное видео. Это, опять же, будет не видео с советами. Но я, может быть, поделюсь своей историей. Интересной, душесчипательной. Короче, если вам интересно, то вы можете написать, поставить лайк. Или просто так поставьте лайк. Мне будет приятно. По третьему пункту я говорила, что буду заниматься медитацией и вести дневник. По поводу медитации я старалась делать это по утрам. Это занималось всегда минут 5-10. Я не очень много снимала это на видео. И не уверена, что я могу вам что-то прям посоветовать, потому что это все очень индивидуально. Но могу просто сказать, что это интересный опыт. И я давно, в принципе, это практикую. Поэтому просто можете попробовать, если вам такое интересно. А по поводу личного дневника. Я тоже так же веду его по утрам. Я просто записываю просто все, что придет утром мне на ум. И мне кажется, что это полезно. Помогает фиксировать некоторые мысли. И иногда задавать себе настроение на весь грядущий день. Иногда я даже пишу не просто мысли, а какие-то пожелания себе на этот день. Или еще что-то в этом духе. Иногда просто записываю сон. В общем, всегда по настроению. Но мне кажется, это помогает проснуться. Особенно, когда я включаю еще музыку, еще делаю зарядку. Просто дает ощущение, что день начался. И пора жить, вставать, просыпаться. Но в 6 утра у меня вообще не получается встать. Даже вот хоть что я сделаю, хоть какой будет вкусный завтрак, хоть какая музыка. Я просто в 6 утра вообще жить не хочу. Я не знаю, что с этим делать. Это ужасно. Наверное, это все выводы для этого видео. Надеюсь, что я, когда так держу микрофон, то звук нормальный. Еще раз хочу акцентировать внимание на том, что это просто мой эксперимент, моя история, мой опыт. Я продолжу его делать дальше. Потом поделюсь своими какими-то еще впечатлениями. Если они будут какие-то новые, интересные. Надеюсь, что просто все продолжится в таком же духе, будет только улучшаться. Если тоже захотите попробовать, или уже пробовали что-то подобное, или вы веган, и не знаю, может вам просто есть что сказать, то пишите внизу в комментариях. Или, может быть, вы практикуете что-нибудь другое, но тоже интересно, что может заинтересовать других, кто это прочитает. То, да, давайте просто пообщаемся. И ждите новый влог, потому что там много трэша и историй про вирус, и вообще, что происходит в Москве. Происходило, по крайней мере, несколько дней назад. И что у нас происходит в университете сейчас, и как мы сейчас учимся. До новых видео. Спасибо вам за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok